В соответствии с указанием истинных родителей президента Федерации Семей, видеожурнал «Суньяк. Завершенный завет» впервые выходит с субтитрами на английском языке. Истинные родители по-прежнему находятся на передовых позициях проведения. Мы надеемся, что наши сообщения о новостях проведения будут полны сердечности и проникнуты духом обновлений. Мы надеемся на вашу дружескую поддержку и хотим услышать ваше искреннее мнение об этой программе. Спасибо. Видеожурнал «Завершенный завет». Обзор. Состоялась торжественная церемония про разглашение Вселенской Победы истинных родителей, символизирующая завершение 6 тысяч лет истории восстановления. 1 июля проведена праздничная церемония по случаю дня про разглашение Вечного Богословения Бога. Стаб в квартире Церкви Объединения в Сеуле прошла церемония инаугурации президента Международной Федерации Семей, директора фонда Кореи. С 18 по 26 июня 1999 года проводилось собрание лидеров корейской церкви. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наступил июль, середина лета. За минувшие 6 месяцев истинные родители успешно провели несколько грандиозных прориаденциальных мероприятий, включая благословение 340 миллионов пар и мировое турне, посвященное про разглашению идеологии на семье. Теперь истинные родители готовы приступить к осуществлению планов на второй полугодии. В первой части нашего июльского выпуска мы расскажем о событиях, истекших 6 месяцев. Продолжение следует... Подобно потоку истинной, любовь наполняет сердца людей и несет мир всему миру. Небо, земля и все человечество жили ожиданием этого дня. Благословение и движение истинной семьи, словно факел, озаряет путь в новое тысячелетие. Факел, озаряющий новое тысячелетие. Благословение — это церемония, дающая начало истинной семье, основанной на небесной чистой любви. Прошло всего 40 лет с тех пор, как в 60-м году три сухонорусские пары впервые получили благословение. В начале этого года была проведена церемония благословения 360 миллионов пар. Это было бы невозможно без небесного вмешательства. Благословение, объединяющее людей всех цветов кожи и истинная семья, — это маяк, освещающий путь к установлению мира во всем мире. Мировое турне, посвященное провозглашению идеала истинной семьи, призвано передать всему миру небесную удачу благословения. Маршрут турне пролегал через 8 городов Кореи, 16 городов Японии, 24 города США, после чего выступления прошли в других городах 32 страны мира. Подготовка турне в Корее проходила под руководством преподобного Монсан Мёна, в остальных местах под руководством госпожи Минхан Хак Джан. В ходе своего провода для путешествия истинная мать посетила в общей сложности 80 городов и 35 стран. К каждому выступлению предшествовала музыкальная программа с песнями и танцами, отражающими культурные традиции данного народа. В зале присутствовали руководители стран и другие видные государственные деятели. Гостям был показан видеофильм, посвященный жизни. Госпожи Мун, истинной семье, с приветственными обращениями выступали бывшие и нынешние главы государств, министры и известные религиозные лидеры. В появлении госпожи Мун на сцене все собравшиеся встречали бурными аплодисментами, поднявшись со своих мест. Давайте сделаем так, чтобы новое тысячелетие стало эпохой истинного мира, истинных идеалов, когда люди пойдут по пути истинной любви. Госпожа Мун сказала, что небесная традиция – это основа истинной любви, так же, как чистота любви – это основа истинной семьи. Кроме того, она много говорила о духовном мире и о вечной жизни. Все присутствующие были глубоко тронут этими словами, открывающими путь жизни всему человечеству. Создадим истинные семьи и будем жить ради других с Богом и истинными родителями. После каждого выступления продолжительностью 50 минут, в знак признательности представители общественности вручали госпоже Мун подарки и букеты цветов. Выступление завершалось праздником гармонии, прославляющим победу, значение которой выходит за пределы времени и пространства. Праздничная церемония начиналась с разговора между госпожой Мун и ее мужем. В течение всей поездки он поддерживал контакт с супругой посредством телемостов. Праздничной церемонии, праздничной церемонии, праздничной церемонии. Все собравшиеся, независимо от пола и возраста, с удовольствием подпевали истинным родителям, а некоторые даже танцевали. Атмосфера веселья, царившая в зале, помогала людям преодолевать национальные расовые и языковые барьеры. Когда начинался радостный праздник победы, все преграды обращались в ничто. Этот праздник, дающий яркое представление о корейской культуре сердца, надолго запомнится всем, кто в нем участвовал. Во время турне расписание госпожи Мун было весьма напряженным. Она встречалась с президентом Доминиканской республики, Министром по туризму Уруглая, Вице-президентом Уганды, Председателем парламента республики Тайвань, Министром образования Малайзии, Министром обороны Никарагуа, Председателем парламента Монголии. Госпожа Мун общалась с представителями высших дипломатических кругов, наносила визиты вежливости бывшим и нынешним главам государства, встречалась с видными общественными деятелями. Во время бесед, проходившись в атмосфере полного доверия, она говорила о положении дел в Корее, а также рассказывала о деятельности движения истинной семьи. Госпожа Мун во многом способствовала креплению мирового авторитета Кореи. В тех странах госпожа Мун было присвоено звание почетного доктора за вклад в дело восстановления мира во всем мире, а также за активное участие в организации международного научного и культурного обмена. Можно смело утверждать, что ознакомление с идеалами благословения и движения истинной семьи способствовало более полному осознанию людьми путей развития человечества в 21 веке. Благодаря огромным усилиям и самопожертвованию супругов Мун Турне прошло с триумфальным успехом. В то время, как госпожа Мун находилась в мировом Турне, преподобный Мун стремясь донести истинно до всего человечества посетил Корею, а также Северную и Южную Америку, места, представляющие наибольшую важность в точке зрения мирового проведения. В самом сердце Южной Америки преподобный Мун организовал семинар, на котором выступил с лекциями, посвященными идеальной семье. Помимо того, он посредством телемостов принимал участие во всех выступлениях истинной матери. Во время нелегкого путешествия госпожа Мун порой преодолевала более тысячи километров в день. Иногда ей приходилось завтракать в самолете. Однако, несмотря ни на что, утром она с воодушевлением выступала перед членами благословленных семей. Она не могла сдержать слез, видя, что искренне усилие Бога, шести тысяч долгих лет искавшего своих потерянных детей, наконец-то принесли плоды и жертвы, принесенные войне осуществления воли небес, не пропали понапрасну. Повсюду, где супруги Мун, жертвы собой, проповедовали слово истины, отчаяние сменялось надеждой и противостояние гармонии войны мира. Первое мировое турне преподобного Муна и его супруги состоялось в 65-м году. В 60-х годах были организованы образовательные программы для сельских жителей. В 70-е годы создана Федерация религий и движений за победу коммунизмом, Движение за объединение Севера и Юта, 80-е годы, Движение женщин, 90-е годы, Благословение и Движение истинной семьи. На каждом этапе проведения преподобный Мун и его супруга обращались к человечеству с посланием, основанным на учении небесной истинной любви, задавая направление исторического развития на текущий период. Как и прежде, ни одно выступление истинных родителей не проходит без песен и танцев. Супруги Мун показали всему человечеству, что такое идеальное миротворение, где заряд гармонии и единства. В апреле в Корее началась программа подготовки лидеров истинной семьи на основе учений преподобного Муна. В ней приняло участие около 100 тысяч человек. Эта программа вызвала широкий общественный безонарь. Благодаря активной поддержке местной администрации, многие получили возможность ознакомиться с мировоззрением движения истинной семьи, главной идеей которого – спасение страны посредством создания истинных семей. Участниками этой программы стали как видны общественные деятели, так и простые граждане. Проведение различных культурных мероприятий привлекло внимание общественности. Движение истинной семьи приобретает все большую популярность в глазах людей. Истинные родители без жалоб шли по пути Божьей воли, проливая свою кровь во имя небес, слезы во имя человечества и пот во имя земли. 1999 год – это год Великого Поворота, сопряженного с началом нового тысячелетия. Устанавливается новый порядок, а значит пришло время разрешить все исторические проблемы посредством истинной любви. Наступила пора возрождения для всех людей Земли, начиная с Адама. Однажды начавшись, этот процесс будет продолжаться вечно, переходя с уровня личности до уровня мироздания. Кровь, пот и слезы истинных родителей определили их триумф к радости всего человечества, всего мира, всей Вселенной. И сегодня, в день провозглашения Вселенской Победы, люди Земли возносят хвалу истинным родителям за их величайшие достижения и клянутся воплотить в жизнь идеал истинной любви. Далее в нашей программе истинной любви. которые истинные родители организовали, завершив святые труды, связанные с проведением восстановления в США, Южной Америке и Корее. Краткое расписание истинных родителей. Краткое расписание истинные родители. 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 возглавили службу обета. Духовный и физический мир склонился сейчас перед тобой и молится тебе. Мы хотим, чтобы ты испытал радость при виде того, как мы поклонно приветствуем тебя. Во имя истинных родителей мы провозглашаем, что ты, Небесный Отец, отныне навсегда станешь Господом Победы и Славы, вернув себе свободу и изначальные права, согласные делу отворения. Истинные родители разделили жертву на пищу с истинными детьми и членами семьи и объединения. Про возглашение и празднование Вселенской Победы истинных родителей. Истинные родители до конца прошли путь восстановления и скрупления и достигли совершенства. В этот знаменательный день вся Вселенная услышала о Победе истинных родителей, и потому про возглашение Победы стало законом и для духовного и для физического мира. 15 июня, на следующий день после провозглашения Вселенской Победы, Отец провел всемирную встречу лидеров, которая приняла участие около 700 национальных миссий, руководителей бизнес-групп и региональных лидеров. Встреча началась с Хундуке, после чего истинный отец выступил в встрече. Затем некоторые из присутствующих лидеров представили свои отчеты. На этой встрече отец провел перестановку руководства движения. Отныне Сон Чжо Хван станет президентом международной федерации семей за единство и мир во всем мире, президентом федерации семей в Корее, а также ответственным за экономическую деятельность движения в Корее. Истинный отец дал указания относительно дальнейшего направления развития проведения. В день отъезда истинных родителей из Кореи отец собственноручно подписал недавно увидевшие свет сборники своих речей и другие книги, которые отныне обрели историческую ценность, а также поставил автографы на брошюрах, посвященных различным мероприятиям. На прощальном приеме отец предложил всем собравшимся спеть, желая утешить братья и сестер, которые надеялись, что он останется с ними на более долгий срок. Истинный отец покинул свою резиденцию, направляясь на Аляску. Перед отъездом он несколько раз повторил обращающиеся в действительном движении, что им надлежит во что-то ни стало восстановить свой род. Если вы еще не были в своем родном городе, вы должны вернуться туда и свидетельствовать всем своим родственникам, мужчинам и женщинам. Вы должны спасти их. В Эсгарден истинные родители провели службу обеда, посвященную девятой годовщине дня торжественного провозглашения вечного благословения Бога. Субтитры создавал DimaTorzok В семинарском центре в Бельведере состоялось праздничное богослужение. В своем выступлении отец отметил, что компания по подготовке благословения 400 миллионов пар, деятельность движения за чистоту любви и проведение домашней церкви требует особого внимания. После того, как мы проведем благословение для людей, уже состоящих в браке, нужно подумать о тех, кто никогда не состоял в браке. Только тогда мы выполним свою задачу. Поэтому вы должны свидетельствовать, если вы ежедневно говорите с людьми об истинных родителях, истинной семье, истинном братстве, все может измениться в одном мгновении. Возможно, вам удастся достичь цели за месяц, но это, конечно, зависит от ваших собственных усилий. Если вы не свидетельствуете, напишите по крайней мере соответствующее обрастение на листе бумаги и прикрепите ее к своей одежде и ходите так по улицам. С какими бы трудностями не приходилось сталкиваться истинным родителям, они всегда хранили верность Богу и абсолютную веру в Него. Наконец была провозглашена вселенская победа истинных родителей, и наступил первый день новой эпохи. Мы поднимаем руки, обещая всю жизнь хранить абсолютную веру в Бога и истинных родителей. И пусть в небеса исполнится слава, а земля надежда. Господин – 9000.6000.7000.8000.8000.35000.8000.35000.88000.35000.8000.35000.30000.35000.1900.36000.38000.33000.35000.16000.38000.36000.99000.5 истинных родителей. Назадными родителей. Назадными родителей. Малипу, как Са. Погналипу, как Са. Отец, мы знаем также, что сад, который небеса желают восстановить, это сад любви, победы и славы. Нам известно, что этот сад можно создать лишь при условии, что мы приведем себя в порядок и будем посвящать себя служению, обретем жизнь, любовь и славу, способные принести радость Богу. Отец, сделай нас эталоном восстановления, который ты хранил в своем сердце со времен сотворения. Позволь всем людям, живущим на земле, построить по этому эталону тысячелетнее царство, дойти до сферы твоего идеала и полностью воспринять твое сердце, простирающееся им вечность. Наставь нас, чтобы мы смогли представлять небо и землю и окончательно завершить восстановление, не оставив ни одного условия, которое позволило бы сатане выдвинуть обвинения против нас. Позволь нам стать детьми, которые прославят тебя в полной мере. Любимый Отец, мы горячо желаем этого. Аминь. Молитвы надежды. 3 июля 1956 года. 14 июня состоялось празднование вселенской победы истинных родителей. В этот исторический день небеса, земля и все мироздания услышали о победе истинных родителей. Истинные родители преодолели путь шеститы тысячелетнего восстановления и восемь вертикальных стадий, поднявшись в положение слуги и слуг до положения истинных родителей, а также прошли восемь горизонтальных стадий, начиная с уровня личности и заканчивая уровнем всей вселенной. 14 июня Сью-Олимпийский стадион. Торжественная церемония провозглашения вселенской победы истинных родителей. Участники церемонии, стремясь выразить свое искреннее уважение, нескончаемое имя публики Сью-Олимпийский стадий, приветствовали истинных родителей по собственной воле, вступивших на тяжкий путь восстановления. Вступительное обращение президента Хуан Сон-Джо. Мы начинаем торжественную церемонию по случаю провозглашения вселенской победы истинных родителей. За ступикным обращением последовала молитва, которую произнес президент церкви Японии, господин Ю Чон Оу. В своей молитве президент Ю напомнил о том, что в своем стремлении служить человечеству истинные родители посвятили всю жизнь делу установления мира во всем мире. Он также вознес благодарность Богу и истинным родителям за то, что все собравшиеся смогли принять участие в этом грандиозном торжестве. Региональный лидер господин Ю Мюн Нак и его супруга преподнесли цветы истинным родителям. Президент Лак Чон Флан, выступивший с отчетом мемориума турне госпожа Мун, указал, что нынешнее торжество является собой славный итог трудов истинных родителей. Всю свою жизнь следовавших по пути восстановления и искупления во имя спасения человечества. Давайте аплодисментами выразим им нашу благодарность и уважение. В эпоху Завершенного Завета возникла традиция Хун Док Пе. В своем откровении доктор Ли Санхон, пребывающий ныне в духовном мире, говорит, что строительство Царства Небесного на Земле уже началось. Во время чтения книги Люцифер «Преступление против человечества» все собравшиеся слушали очень серьезно и внимательно, стараясь не пропустить ни слова. Церемония транслировалась на 185 стран мира. Многие члены движения, не имея возможности лично присутствовать на этом торжестве, наблюдали за ходом церемонии в прямом эфире, либо по системе интернет. Все выступления сопровождались имплоном-переводом, что сделало важное провиденциальное послание доступным для интернациональной аудитории. Особый смысл церемонии провозглашения стал понятен, когда Истинный Отец вручил Истинной Матери пластину с благодарственной надписью. Все слезы, которые она провела, будучи невестой Истинного Отца, все страдания, которые она вынесла в прошлом, были наконец-то вознаграждены. Матери Человечества предопределено стать наследницей безгрешного мира и воплотить его в совершенство. Все греховные женщины должны помочь ей в осуществлении этой миссии. Им суждено подняться над миром мужчин, над государствами, основанными ими, пребывающими в сфере владычества сатаны. Благодаря появлению совершенного мужчины, изначального Адама, женщины освободились от путь греха, и ныне им предстоит открыть врата в Царство Небесное на земле и на ныне. Отныне мужчины становятся для женщины истинным мужем. С этого момента жены обрели полное равенство со своими мужьями. Раньше женщины находились в подчинении мужей и должны были следовать за ними, но теперь мужчины и женщины становятся равноправными партнерами. Я награждаю истинную мать как представительницу всех женщин мира, и если женщины наследуют традицию истинной матери, то они вместе с вослюбленными мужьями примут участие в создании Царства Божьего. Истинный отец поблагодарил мать за все ее труды, за все страдания и слезы, за то, что она всю жизнь следовала за ним, пока не получила право называться истинной матери. Он вручил ей памятную табличку с благодарственной надписой. Истинно родители счастье улыбались в этот миг великой победы. Божьего родители счастья улыбались в этот миг великой победы. члены движения, как представители всего человечества, преподнесли истинным родителям памятные подарки. Пластину, благодарственной надписью, и сувенир, земной шар, символизирующую вселенную. Божьего родителей счастья улыбались в этот миг великой победу. Истинные родители одержали вселенскую победу. Так что же это значит? Это значит, что настал день торжественного провозглашения победы. С этим согласны небеса, согласны земля, согласны все человечество, согласен нас, согласен даже сатана. День и час провозглашения 14 июня 1999 года. Один час, 15 минут. Преподобный Мун делает это провозглашение во имя Бога истинных родителей. Оно знаменует собой начало новой эры, эры освобождения Бога, духовного мира всех людей, живущих на земле, церкви обедения и даже сатаны. Да воцарятся навеки мир и небесные детства в мире, основанных на истинной любви, где не останется ничего, напоминающего о грехопадении. Истинный Отец просил всех собравшихся поднять обе руки в знак того, что они присоединяются к радостному празднику. 12 тысяч человек, в том числе и те, кто не является членами церкви, верчинули руки вверх, славя победу, являющейся самым значительным из всех исторических событий. Истинный Отец просил всех собравшихся поднять обе руки в знак того, что он не является членами церкви, являющейся самым значительным. Затем Отец произнес торжественную молитву. Следуя за истинными родителями на земле, мы пройдем по истинным пути почтительных сыновей, патриотов, праведников и святых. И тогда люди земли получат право называться истинными наследниками изначального рода, станут владыками благословленного небесного царства. Отец, прими приношение истинных родителей и благослови этот день. В день, когда совершилось провозглашение, мы просим, чтобы Бог правил отныне как царь добра и свободы. knight гибкая вода, army вeth, гибкая вода, кfeld의 победе. who смотрит, правила и успехи зашиланый воз applaudю, царь добра и свободы. цвет будущая гибкая вода, святая вода. Мы желаем всем удачно добраться домой и надеемся встретиться с вами еще раз. Спасибо. Затем все собравшиеся четыре раза прокричали Мансей, Богу-победителю, истинным родителям-победителям, в честь 37-й годовщины Дня Истинного Творения, в честь торжественного провозглашения Вселенской Победы истинных родителей. День Истинного Творения День Истинного Творения День Истинного Творения День Истинного Творения Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Сон Чжо. В своем приветственном обращении господин Хуанг призвал сохранять абсолютно веру в истинных родителей и небесную удачу перед лицом любых трудностей. Он просил забыть о внешних обстоятельствах и, объединившись с ним, изменить ситуацию к лучшему. В поздравительной речи выступил господин Пак Бо Хи. Он поблагодарил прежнего генерального директора фонда. Он также сказал, что в эту провиденциальную эпоху мы должны двигаться только вперед, чтобы одержать победу во имя Бога и открыть врата в мир в эру эпоху его освобождения. Господин Хуан Сан Чжо – это наш Моисей. Бог призвал его, чтобы он, как Моисей, ввел движение объединения Кореи и всего мира в Ханан, Царство Небесное на Земле. Церемония инаугурации президента Международной Федерации Семей за единство мира во всем мире прошла 27 июня в главном зале штаб-квартиры Церкви Объединения Чан Падон. На церемонии присутствовало в общей сложности 500 человек, национальные миссии, руководители бизнес-групп, национальные лидеры и другие члены движения, выполняющие важную миссию. В своей прощальной речи господин Пак Чжон Хван указал, что наша задача в ходу проденциальных перемен создать семьи, где может обитать Бог. В своем обращении новый президент Федерации Семей господин Пак Чжон Хван обещал, что справится с нелегкими обязанностями президента Международной Федерации Семей и, как того требует закон искупления, пойдет даже на смерть во имя мира, дабы обрести жизнь. Истинные родители призвали нас не забывать о значении восстановления и искупления, вспомнить, о чем учил Иисус. Тот, кто готов отдать свою жизнь во имя Божьей боли, будет жить. Господин Пак Бо Хи сказал, что начинается новая эра, истинные родители хотят, чтобы новое поколение взяло на себя роль руководителей, поэтому члены движения должны объединиться с господином Хваном и вместе с ним идти вперед, преодолевая трудности. Также в этот день континентальному директору Южной Америки, Океании, Северной Америки, Средней Азии были вручены памятные пластины в знак благодарности за их достижения и упорную работу. С 15 июня 1999 года истинный отец объявил, что назначает господина Хван Санжо президентом Международной Федерации Семей. Перед официальной церемонией и вступлением в должность господин Хван провел две встречи с национальными мессиями, чтобы определить новое направление деятельности движения. Первое собрание национальных мессий, организованное господином Хваном, состояло с 16 июня в Международном Центре Сигея и Льбо. Господин Кларк и господин Хван напомнили собравшись о том, что было сделано за последнее время, и подчеркнули, что важно не останавливаться на достигнутом. 18 июня господин Хван Санжо организовал в Международном Центре вторую встречу национальных мессий и приветственном обращении. Он указал, что наша задача принести радость Бога и надежду общества, обратился к слушателям и призывом стать движущей силой этого процесса. В ходе встречи проводилось открытое обсуждение вопросов, касающихся план дальнейших действий и поиска новых путей развития движения. Также много было сказано о задачах миссионеров, экономической ситуации и подготовке к благословению 400 миллионов пар. Для того, чтобы помочь корейским священникам развить в себе способности руководителей и наставников, университет Санмун и Центральное управление Церкви совместными усилиями организовали для них семинар. Кафедра теологии университета Санмун предоставляет возможность священникам и членам Церкви объединения непрерывного обучения. Церемония открытия семинара стояла с 21 июня в Центре культуры истинной семьи. Проблизительно 100 священников из Сеула и национальных мессий приняли участие в этом мероприятии. Господин Хим Туан Джоль, президент теологической семинарии объединения, выступил с докладом и обратился к присутствующим с приветственной речью. Проповедь и торжественную молитву произнес президент Международной Федерации Семей господин Хим Туан. В марте этого года в новом вспомогательном центре по изучению теологии объединения началась программа подготовки для священников корейских церкви. Эта программа является частью курса, которая преподается на кафедре теологии университета Санмун. Студенты, успешно сдавшие экзамены по 12 предметам, могут через три года перейти на первый курс магистратуры. В дальнейшем занятия будут продолжаться 21 июня по 12 июля и 16 сентября по 6 декабря по понедельникам в Центре культуры и истинной семьи в Северском регионе. Остальные регионы будут разделены на две группы соответственно. С 1 июля в Ханнамдоне и Чонпадоне девятый раз проводилась церемония Чиль-Иль, торжество про соглашение вечного благословения Бога. Господин Ким Бо Те руководил подготовкой к этому мероприятию. Руководители и старшие члены Церкви Объединения приняли участие в этой церемонии, имеющей огромное значение. Несмотря на то, что 1 июля был рабочим днем, многие члены движения собрались для участия в торжественном благослужении, проходившем в главном зале Чонпадон. На встрече выступил господин Ким Бо Те. Он сказал, что главная наша задача – исполнить Божьей воле и стать мессиями для своей семьи, рода и нации. Наши программы, призванные способствовать усыновлению мира во всем мире, в том числе программы «Альянс чистой любви» и «Движение истинной семьи», привлекают большое внимание через массовую информацию. В южном выпуске журнала «Чонг Анг» и «Дженерал Данян Ньюс» рассказ о мероприятиях, организованных в движении мессиями семьи, был помещен среди международных новостей, а также в разделе «Религия». В статье говорилось, что деятельность движения мессиями несет людям надежды и придает уверенность в себе. Журналы «Ньюспипл» и «Ньюсмейкер» подвестили на своих страницах статьи о строительстве шоссе мира. Эта информация вызвала немало интересов среди читателей. Шоссе мира – это подводный туннель, который соединит остров Коди в Южной Корее к японским островам Кюсю. Детейный отец впервые предложил построить шоссе мира на 10-й международной конференции за единство наук. Предварительные геологические исследования уже были проведены. Корея, как и в США, осуществляет свою деятельность в движении за абсолютный секс и чистоту любви. Известный телевизионный канал рассказал о программах в движении за чистоту любви в специальном 9-часовом выпуске новостей. Благодаря поддержке средств массовой информации был сделан еще один шаг вперед в распространении идей движения за чистоту любви среди молодежи. Подумайте дважды, прежде чем лис с кем-нибудь в постель. Если церковь и фонд Тонгел объединятся, мы в конце концов справимся со всеми трудностями. 7 июля в Центре культуры и Станой Семьи состоялось собрание, на котором руководители региональных отделений церкви и руководители бизнес-групп вместе обсуждали пути решения наук сущных проблем фонда. Господин Клак Чун Флан, президент Международной Международной Федерации Религий, призвал не падать духом перед лицом трудностей. Он добавил, что справиться с проблемами будет нетрудно, если мы поймем, что преодолевая трудности, мы достигаем новых высот. Господин Флан, директор фонда, сказал, что если все бизнес-группы и отделения церкви направят все свои силы на решение проблем, небесная удача несомненно будет с ними. При содействии университета Сан-Мун и Биржбургского университета была организована первая международная конференция президентов женских университетов по теме роль нынешнего образования в новом тысячелетии. Она проходила с 28 июня по 1 июля в гостинице Лотте. В конференции приняли участие 40 президентов университетов из 18 стран мира, а также 6 президентов женских университетов Кореи. Кроме того, в конференции участвовали премьер-министр Кореи и министр образования, и еще около 400 человек. Они обсуждали вопросы, касающиеся роли и задач высшего образования в 21 веке. Эта встреча вызвала большой интерес в связи с массовой информацией. В дальнейшем такие конференции будут проводиться ежегодно. Лидеры церкви со всей страны собрались на общую встречу, посвященную организации Хундуке и проведению благословений 400 миллионов пар. Никого не оставит равнодушным вид на гору Бусон. Здесь природа словно выбрала в себя всю красоту лета. В горах 40, 24 июня по 26 июня, проходила встреча корейских лидеров в шерфе, участники которой смогли в полной мере ощутить небесную любовь, любовь истинных родителей, а также подумать о том, что необходимо сделать, чтобы изменить этот мир. Унаследовать Вселенскую Победу Собрание лидеров Корейской Церкви 99 Открытие Церемония открытия началась в 7 часов вечера. Все собравшиеся пели святые песни и молились. На встречу приехало приблизительно 700 руководителей движения вместе с супругами. Они собрались со всей Кореей. Участники встречи радостно приветствовали друг друга, пожимали друг другу руки. Поднявшись со своих мест, лидеры Корейской Церкви встретили господина Хуана Аватси. Это было его первое после церемонии инаугурации официальное выступление в качестве президента Международной Федерации Семей и генерального директора фонда Тонгер. Когда отец поручил мне новую миссию, он постоянно говорил мне, что все страны мира должны следовать примеру Кореи. Это решение. Я очень благодарен этому слову. Сегодня, в том числе, родители пришли, и мне много рассказов. Господин Хуан объяснил, как следует относиться к тому, что на него возложена двойная миссия. Он говорил также о превиденциальном значении турне «Истинной матери» и церемонии про сглашение Вселенской Победы истинных родителей, призвав всех собравшихся завершить проведение восстановления и сделать всевозможное, чтобы благословение 400 миллионов пар прошло успешно. В истории проведения восстановления битва, за которую ответственность и на родителей, уже закончена. Теперь мы должны отправить их в безопасное место в тылу. Мы проведем наше последнее собрание, на котором обсудим тактику ведения войны на передовой перед нашей последней битвой. Сегодняшнее собрание посвящено именно этой цели. Мы будем сражаться последующие 7 месяцев. Срок военных действий уже определен, независимо от исхода сражения, победы или поражения. Это предопределенная война, срок которой мы не в силах продлить. Только 7 месяцев. Окажись, эта война на 3 года, мы бы вымотались. Однако она рассчитана лишь на 7 месяцев. Давайте на это время будем очень усердны. Давайте примемся за дело с готовностью пожертвовать жизнью ради выполнения миссии. Я верю, что это сработает. Заключительное собрание продолжалось в 2 часа и проходило в серьезной атмосфере. Осуществление благословений 400 миллионов пар – вот наша главная задача на следующие полугодия. На встрече предполагалось обсудить следующий вариант решения проблемы – организация благословений между жителями Кореи и Филиппин. На речи матери в Маниле присутствовали 20 советников президента, 20 министров и замминистров. Хочется добавить, что в этом году мы уже провели 15 церемоний помолки. При этом ни правительство, ни пресса никак этому не препятствовали. Это можно считать удивительной небесной победой. Я верю, что благословение между корейцами и филиппинцами пройдет без каких-либо препятствий. 85% населения Филиппин – католики. Это единственная христианская страна в Юго-Восточной Азии. Бог специально подготовил Филиппины. Их вера глубока, и это всякий раз проявляется в молитве. К сожалению, корейцы до сих пор избегали браков с филиппинцами из-за темного цвета их кожи и небольшого роста. Однако это в всего лишь начале основано на предупреждениях. Корейские лидеры. Ни разу еще девушка. Кореянка не становилась мисс вселенной. На три раза этот титул получали филиппинки. Это удивительно. Сейчас красивые девушки с высшим образованием уезжают из Филиппин на помолвку. Во многих отношениях корейцко-филиппинские пары – самые лучшие, подготовленные Богом. Самые лучшие пары. Итак, пожалуйста, свидетельствуйте ста тысячам человек. Это возможно? Я верю вам. Пожалуйста, свидетельствуйте ста тысячам человек. Тогда мы подготовим миллион невест. Руководители корейской церкви были воодушевлены предложением преподобного фана и встретили его слова аплодисментами. Члены церкви ведут работу по организации групп Хундо Кэ. Благодаря их усилиям, сто тысяч человек уже приняло участие в специальной образовательной программе. В Южном Кюан-Ги все мероприятия были организованы при поддержке местной администрации. Многие христиане с удовольствием участвовали в занятиях. Это необходимо понять в контексте проведения. Удивительным фактом является то, что христиане участвуют в семинарах. Я пришел к глубокому убеждению, что благодаря небесной удаче и победе истинных родителей наша миссия может быть выполнена. Жители Тьон-Дэн отправили в местную администрацию письмо с требованием организовать программы движения истинной семьи в их родном городе. Управляющий одной из компаний попросил провести семинар по подготовке лидеров истинной семьи для своих сотрудников. Наибольших успехов в подготовке и благословении добились члены движения в регионе Куон-Нау. Лидерам регионов пришлось проложить немало усилий, чтобы организовать образовательную программу для 100 тысяч человек. Они объездили все деревни, поставив перед собой цель создать три группы хундукэ на территории каждой административной единицы в Корее, а также проводили образовательные программы для супружеских пар, получивших благословение. Кроме того, они искали кандидатов на благословение среди людей, ранее не состоявших в браке. В каждой деревне они стремились выполнить 33 задачи. Многие местные руководители оказали поддержку движения объединения. Хотя в это время, в годы в сельской местности во всех кипит работа на чемпион, два раза в месяц проводились четырехдневные семинары. В этих семинарах приняло участие в общей сложности 150 именитых граждан. Многие из них впоследствии советовали своим подчиненным посетить такие же семинары. Продолжение следует... Мы, как и другие, в гостинице Сен-Се-Дюро прошло собрание членов Совета по организации Хундо Кэна, в котором присутствовал 290 местных руководителей, в том числе губернатор провинции. Эта встреча состоялась благодаря усилиям преподобного Био, возглавляющего местное отделение церкви. В 1991 году преподобный Био вернулся в свой родной город. За последующие несколько лет ему удалось установить хорошие отношения не только с своими родственниками, но и с представителями местной администрации. Духовный мир удивительным образом поддерживает нас. Мы должны быть уверены в том, что делаем. Для нас это очень трудно, и я не хочу, чтобы вы затрачивали слишком многие усилия, чтобы найти подход к общественным руководителям. Действующие руководители придут к нам позже, если мы наладим отношения с бывшими руководителями. Восстановление Сеул начнется с Тон де Мун. Под таким девизом члены церкви из района Тон де Мун приступили к выполнению указаний истинного отца. 20 июня в Центре общественных собраний района Тон де Мун было торжественно объявлено о создании группы Кунда Куэ. В праздновании приняло участие около 900 человек. Там же был организован сбор средств в помощь детям и замуждающихся семей. Организаторам праздника удалось собрать 2 миллиона лон, которые были переданы в движение истинной семьи. Они обещали и в дальнейшем оказывать материальную поддержку в движении. Помимо этого, члены движения объединения из района Тон де Мун собирали средства, обходя дома и квартиры в Сеуле, и продавая носки и чулочки. Их усилия тронули сердца многих горожан. Через некоторое время члены движения вновь навестили людей, принесших участие в кампании по сбору средств, чтобы поблагодарить их за поддержку и рассказать о программах движения своей семьи. В конце концов, усилия директора этого региона и остальных братьев и сестер увенчались успехом. Число участников Хунда Куэ. Слово 400 человек. Однажды один из наших членов зашел в дом, где 5 или 6 человек играли в азартную игру. Подумайте об этом. Когда люди играют, слушают обычной семье, то какая у них будет реакция? Скорее всего, безразличие. Но пока несколько минут она объясняла о движении за истинной семью, они внезапно перестали играть. Собрали все деньги с клона, это около 140 тысяч клонов, и отдали их все нашим членам. Услышав об этом, другие члены стали работать с большим энтузиазмом. Услышав об этом, другие члены стали доставить. ГИМАНКОТАЛЬ СОНСОВАМИДА 1999, 6.25, СОНСУДЕПЕО Ю ГЕНГДЫ Спортивный праздник стал для братьев и сестер поводом собраться вместе, чтобы весело провести время и отдохнуть. Лидеры церкви играли в футбол, волейбол, с удовольствием участвовали в водных состязаниях. Лидеры региональных отделений церкви, обычно выступавшие в авангарде проведения, резвились в воде и старались попасть друг к другу мечом. Пока шла игра, то и дело слышались их радостные воздуха. Развлечения продолжались до позднего вечера. Ведущая праздничная программа то и дело отпускала веселые шутки, так что зрители хватали до слез. Затем начался конкурс певцов. Затем начался конкурс певцов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzok